Юрий Чайко покидает пост генпрокурора из-за перехода на другую работу, сообщила сегодня пресс-служба Кремля, на какую именно, пока неизвестно. Генпрокурором Чайко был 13 лет, на его место президент Путин внес кандидатуру заместителя главы Следственного комитета Игоря Краснова. На прошлой неделе Краснов накануне дня образования ведомства дал большое интервью газете «Коммерсанта» о расследовании громких дел, в том числе коррупционных преступлений. Краснов тогда рассказал, что следователю установили, откуда взялись миллиарды в квартире бывшего полицейского Захарченко, закончили дело обвиняемого по учении взяток депутата Госдумы Белоусова и пытаются законодательно решить проблемы с нападениями, которые совершают подростки и неадекватные граждане. Назначение Краснова мы обсудили с директором Центра политологических исследований Финансового университета Павлом Саллиным. Про назначение господина Краснова неожиданно, про отставку господина Чайки, как и про другие отставки, которые наверняка последуют в ближайшее время, в принципе ожидаемо. Ясно, что в рамках транзита политсистемы, который был запущен Владимиром Путиным, последуют и перестановки в силовом блоке, которые будут означать смену поколений. Так что они ожидались. Вопрос в том, сейчас, одновременно с отставкой правительства или чуть позже, в течение нескольких месяцев. Вы сказали про возможную ожидаемую отставку целого ряда силовиков. Перспективы господина Бастрыкина в этой связи каковы? Перспективы господина Бастрыкина, скорее всего, такие же, как у господина Чайки. Господин Чайка сейчас покидает свою должность в связи с переходом на новый пост официально, но, скорее всего, это будет синякура. Скорее всего, то же самое ждет господина Бастрыкина. Не потому, что у Владимира Путина накопился критический объем претензий к Чайке и Бастрыкину, а потому, что наступил период транзита политсистемы и смена поколений, в том числе и в руководящих органах у силовиков, в рамках этого транзита. Не означает ли это окончание конфликта между СК и прокуратурой? Такие выводы делать рано. Мы не знаем еще, будет ли в ближайшее время отставка господина Бастрыкина. Если да, то кто возглавит следственный комитет? Павел Селин, об отставке Чайки. Мы поговорили также с президентом фонда петербургской политики Михаилом Виноградовым. Наверное, после событий в прошлой неделе уже трудно нас чем-то удивить. В то же время, конечно, Чайка был достойным благожителем. Однозначно, что у детонатора, который требовал бы немедленной замены, может быть, не возникало. Хотя, понятно, что Чайку всегда было за что менять. И кто-то считал его слишком влиятельным, кто-то, наоборот, человеком, при котором скорее прокуратура уступила влияние следственного комитета. Многое будет зависеть от того, какая дальше будет ротация, потому что сегодня многие говорят, что следственный комитет победил, прокуратура конкурирует, что с ним остается на втором плане. Хотя до тех пор, пока нет нового правительства и всей конфигурации, наверное, рано сделать разночные выводы про аппаратное влияние того или иного ведомства. Тактически, да, это выглядит как усиление следственного комитета, усиление обострительного. С другой стороны, надо понимать, что все равно межведомственная конкуренция, она вряд ли может полностью исчезнуть с сменой руководителей. Какая-то новая конфигурация, возможно, еще выстраивается. Поэтому тактически подстояю на сегодня на бежу, там, акции условной. Взлетели резко выше, но все ждут окончательных решений, потому что как раз ротация в силовом блоке обсуждалась в прошлом году чаще возможная ротация, чем смена того же премьера. Михаил Виноградов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности Константин Симонов за последними кадровыми перестановками видит предпосылки к структурным реформам в силовом блоке. Все пришло в движение, и достаточно много будет и кадровых изменений, и особенно структурных. Поэтому здесь ничего, конечно, сенсационного нет, особенно если учесть, что все-таки генеральный прокурор, так скажем, был в рабочих отношениях с бывшим председателем правительства. И понятно, что людей, которые как-то там ассоциируются с медведями, сейчас могут пододвинуть с учетом небольшого ухода медведев в тень. Но меня-то больше сейчас интересуют структурные изменения, потому что абсолютно непонятно, к какому состоянию эта политическая система в итоге должна прийти. Президент Путин набросал нам только такие общие мазки, да и, так скажем, версии сценария. Вот сейчас мы увидим на практике, как, собственно, этот план, если он еще есть, будет писаться, я думаю, и реализовываться. Я это к чему говорю? К тому, что Краснов, как вы заметили и напомнили, работал в Следственном комитете, до этого уже работал в прокуратуре. Я это говорю к чему? Я говорю это к тому, что мне кажется, что это вопрос не только кадрового значения, а подготовки структурных изменений в силовом блоке. То, что прокуратуру возглавил человек, который много лет работал в Следственном комитете, может означать, что произойдет еще одна реформа. Ведь при Путине уже произошла реформа, прокуратур, собственно, Следственный комитет-то выделен был в отдельную институцию именно при Путине не так давно. И я не исключаю, что мы вот сейчас обсуждаем гражданскую часть, там, да, будущее правительства, как-то все будет формироваться, что будет с госсоветом. Но про силовую часть все подзабыли, а очевидно совершенно, что одна из важнейших задач Путина, как человека, который намерен остаться первым номером в стране, важнейшая задача создать такую систему, когда он, не будучи президентом, контролировал бы силовые ведомства. Это означает, что силовой блок в целом обязательно будет реформирован. И я не исключаю, что прокуратуру эта история, и Следственный комитет эта история займет. Именно поэтому, мне кажется, что прокуратура возглавит человек как раз из Следственного комитета, что может означать начало структурных изменений вот в этой части силового блока. Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергобезопасности. Представление президента по кандидатуре генпрокурора комитет по конституционному законодательству София Дорассмотрит уже завтра. Сам Сенат примет решение по генпрокурору на ближайшем заседании 22 января.